Вы фланг чем? Что-то сказал, непонятно. Ай, красиво вообще, ай, конфетка. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, с вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. В этом видео я хочу затронуть очень важную тему, экономия на строительстве. Те из вас, кто постоянно смотрит наш канал, видят, какой ущерб несут люди, которые решились экономить неправильно. Я часто говорю, что при строительстве загородного дома нужно понимать следующее. Есть два ключевых узла, где экономить нельзя, это фундамент и кровля. Пришло время развернуть эти мои утверждения. На самом деле, экономить нельзя вслепую, но если подойти к вопросу правильно, то очень даже можно и нужно. Давайте с вами перенесемся на наш объект, где я буду экономить средства нашего заказчика. Карниз подшивают пластиковым софитом, либо металлическим софитом. А мы подошьем профнастилом восьмерка. И я вам покажу, как это будет тоже эстетично, красиво, практично и недорого. Вот чем мы будем производить подшивку карнизов Кровли. Это будет бомбический вариант. Я сам себе так дом сделал. Всем известная виниловая вагонка. Широко применялась в 90-х годах, за неимением лучшего. Материал очень хрупкий, минус 14. Что с ним происходит? Очень выгорает на солнце. Вот я вам покажу часть, которая находилась под этой планкой. Вот посмотрите, какое сильное выгорание. Эта вагонка находилась под крышей. На прямом солнце, она выгорит до бела. Конечно, такой виниловой вагонкой никто сейчас не подшивает. Есть более качественный пластиковый софит. Это тоже вариант для подшивки карнизных следствий. Эту виниловую вагонку мы будем менять на новую. Далой старую. Когда заказчик получил от нас смету, он позвонил мне и спросил следующее. Алексей, я очень бы хотел воспользоваться услугами вашей компании, но у меня не хватает средств. Имеется ли какая-нибудь возможность сократить сметную стоимость проекта? Наш заказчик очень хочет подшить свой дом металлическими софитами. Так как пластик уже был у него на карнизах, он хочет только металл. Металлические софиты, как материал в смете, мне показались очень дорогими и они занимают львиную долю. Есть у меня один вариантик, который я предложил своему заказчику. Убираем из сметы металлические софиты, а на их место определим другой замечательный материал. Карнизные свесы мы будем подшивать обычным оцинкованным, крашенным профлистом. Восьмеркой. Вид будет ничуть не хуже и функционал не пострадает. Ох, этот зимний монтаж, но все равно летом буду вспоминать и скучать за ним, за зимним монтажом. В качестве линейки можно использовать провило, либо вот такую окантовку, которую мы сами же и гнем. Коллега, придержись с той стороны. Ладошку вкнула. Тут сколько? Два. И теперь я вам покажу, как обычными ножницами кровельными обрезать лист профнастила. Режется вообще довольно-таки легко. Идет только в путь. Абсолютно. А почему не болгаркой ты это делаешь? А болгарка, ребят, не рекомендую. Она оставляет окалины. Краска, она сгорает сантиметр. Получается быстрее, чем болгаркой. Это вы нарезали, да? По стоимости судите сами. Цена одного квадратного метра качественного металлического софита составляет от 650 рублей и выше. А средняя стоимость профлиста восьмерки, двухметрового, например, обойдется в 1100 рублей. То есть квадратный метр будет стоить порядка 450 рублей. Все заводские изделия, в том числе и комплектующие к софиту, имеют стандартные размеры. А профлист вы можете заказать в удобном размере, в соответствии с размерами ваших карнизов. Объясню. Например, стандартная длина профлиста 2 метра. Ширина ваших карнизов 70 сантиметров. Из одного двухметрового листа вы можете получить только две готовые детали шириной 70 сантиметров. А 60 сантиметров уйдет в отход. Чтобы этого не было, вы можете заказать лист, например, 2,10 и ровно получите без отходов три детали. Либо 2,40, если у вас по 60 сантиметров ширина карниза. Например, на нашем объекте ширина карниза полметра. Из одного двухметрового листа мы получаем 4 метра 80 сантиметров готовой подшивы. А цена софита в размере 4 метра и 80 сантиметров на такой же карниз будет составлять 3120 рублей. Вы посмотрите, как сразу сократилась смета. Монтируем окантовочку. Монтируем вот такими пресс-шайбами. И теперь вставляем наш отрезанный профлист в паз окантовочки, который мы закрутили. Ай, красиво вообще. Ай, конфетка. Посмотрите, как четко и ровно получается. Вполне достойно и ничем не хуже, чем металлический софит, либо пластик. Именно так я сделал на своем доме. А зачем переплачивать? Нет смысла. В местах соединения двух карнизных свесов на фронтоне и на карнизной части появляется треугольник. Это место можно выполнить в двух вариантах. Подшить треугольник прямо заподлицо со стеной. Или выводить карнизный свес прямо до кромки карнизного свеса на фронтоне. Либо так, либо вот так. Нашему заказчику понравился такой вариант. Но это еще не все. Есть вторая статья, где мы можем грамотно сэкономить. Также можно сэкономить на доборных элементах. В комплекте к устройству карнизного свеса используется так называемая окантовка. Либо G-профиль, L-профиль. Называют его по-разному. Но суть одна. Почему? Потому что он имеет характерное сечение. В большую часть производится крепеж саморезами. В эту часть будет заходить у нас либо софит, профнастил, металлический софит, что угодно. Готовый паз или окантовка стоит двухметровая порядка 300 рублей. В какую сумму нам это вышло? Мы берем обычный стандартный лист шириной 1,25 м, длина 2 метра. Развернутая ширина вот этой окантовки 10 сантиметров. Из одного гладкого листа выходит 12 вот таких планок. При учете, что уже можно использовать 0,45 либо 0,4. Потому что металл не несет никаких нагрузок, только декоративные функции. Толщина здесь неважна. Лучше сделать упор на наличие цинка и покрытия. На данный момент в среднем лист толщиной 0,45 0,4 с покрытием полиэстер стоит порядка 1300 рублей. 1400. Мы посчитали. Выходит из него 12 планок. 12 умножаем на 300 рублей. Выгода очевидна почти в два раза. Еще один девайс или доборный элемент, который мы используем. Это так называемая фризовая планка, либо фронтонная планка, карнизная планка. Каждый называет ее по-разному. Имеет такую форму. С одной стороны находится пристенная L-планка или G-планка. Профнастил или софит находится здесь. Как правило, здесь находится желоб. Крепление мы производим прям саморезами сверху. Но есть несколько способов крепления. По разному качеству и на разный кошелек. Например, способ подделки лобовой доски, который мы делали фальцевым способом. Посмотрите этот фрагмент. Они создают иллюзию, да, видите, и добавляют красоту. Менее металл бликует. Монтаж довольно-таки прост. Но для этого, естественно, нужно иметь листогиб. До конца. Вот как раз ребята производят монтаж лобовой доски. Организуя производство доборных элементов прямо на объекте, мы экономим средства заказчика. Например, средняя стоимость двухметровой фронтонной планки составляет тысячу рублей. Практически в эту сумму мы приобретаем гладкий лист, крашеный. И с одного листа у нас выходит четыре планки. Ну да, сейчас обязательно кто-то скажет. Все равно нужно заплатить за работу мастеров, которые должны разрезать, распустить из гладкого листа полоски, нагнуть на станке. Это все равно стоит каких-то денег. Гибочный станок еще нужно купить. Я отвечаю на это вот что. Когда дополнительная работа выполняется в комплексе с основной работой объекта, все равно это будет стоить в два раза дешевле. В цеху поверхность фронтонной либо карнизной планки вам сделают стандартного размера. А этого иногда мало. До водосточного желоба планка не дойдет, не закроет с собой фронтон. А на станке мы гнем все планки четко в размер, который нам нужен. И подобных моментов можно набрать с десяток. Изготавливать на месте всегда лучше. Фирмы либо бригады, занимающиеся кровельными работами профессионально, подчеркиваю, обязаны иметь листогибочный станок. А если его нет, либо мастера не умеют на нем работать, то заказчику я советую задуматься над этим. Я постарался развернуть свой собственный тезис о том, что на кровле экономить нельзя. Нельзя экономить на кровельщиках, но на материале можно. Надеюсь, у меня получилось вас в этом убедить. На этом все. Увидимся ровно через неделю. Меня зовут Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Всем салют!